Вот, пожалуйста. Это хорошо, чем этим, как его, флягами ходить. Сляг, как зимой, непонятно, а ночь, дню, рано, утром. А именно так мужчина жил несколько месяцев назад. Мы приезжали к нему зимой и застали с флягами во время охоты на воду. Ее он набирал из колонок на соседних улицах, чтобы элементарно попить чай, постирать одежду и навести порядок в доме. Когда здесь замерзает, она часто бывает на королевке, входим на Пушкино, вот туда, где я покажу потом. Если там замерзли, входим возле церкви, сразу за церковью, там, где магазин, вот там никогда не замерзает. Водопровода на Гоголе 89 никогда и не было. Решить проблему пенсионер пытался больше 30 лет, с самого момента заселения. Точка для подключения была слишком далеко. На это у жителя не хватило бы и средств. А на просьбу подключиться к ветке, что пролегает возле дома, почему-то постоянно был отказ от города. Но чудом не отказали после выхода нашего январского материала, в котором дедушка наполнял очередную партию фляг. А здесь прихватить уже невозможно. Отличная погода. Но пока мороза не было. Зато теперь вода бежит прямо из крана в доме. Обустроить все до совершенства еще предстоит. Теперь на это, рассказывает Абдул Керим, даже силы появились. Стиралку не думаете покупать теперь? Ну, стиралка там сейчас, не знаю, если я сделаю, что-нибудь придумает там теплой водой. Ну, а так пока пускай. Стиралка вон, руки моей жены. Теперь спокойно подошел, налил. И чай можно скипятить, и суп сварить, и постирать. И не ждать мужа, когда он принесет на себе. Фляги теперь в прошлом, рассказывают пенсионеры. Может быть, одолжат их соседям. Они, кстати, продолжают нарабатывать стаж похода к колонкам. Но уже по рассказам Тагирова задумываются последовать его примеру и писать, куда только можно. Анара Шагирова, Александр Андропов. День с толком.